10 октября жители Латвии потрясли сообщения, приходящие из школы детских садов, расположенных во всех регионах страны. Учебные учреждения получили электронные письма с угрозами о нахождении в их стенах взрывчаток. Некоторые самоуправления, включая Резекный и Ауштаговский край, приняли решение об эвакуации учащихся. Мы тоже получили угрозу, что нас как нацию уничтожат и все остальное. Тот, который прислал, уехал в Польшу, чтобы мы не расслалились и так далее. У нас принято исполнительным директором, скажем, Рикоем, что мы без 15-12 уже должны пройти эвакуацию. На какой час, если что, нам понадобится, понадобится даже детей отвезти домой и так далее. Потому что, ну, то, что... Ну, с этим не шутят, да. Лучше предосторожность на этот момент. Я думаю, что это только начало всех, может быть, тех угроз мероприятий в этом отношении, что кроме школ у нас еще и другие учреждения, которые эвакуация, может происходить, скажем, намного сложнее и тяжелее. То есть, пансионаты, там лежащие люди и все остальное. Где же их детей, то они вышли, можно домой отвезти и тому подобное. По сообщению государственной полиции, 10 октября получена и зарегистрирована электронная почта о возможной угрозе взрыва в образовательных учреждениях. Изучив присланные угрозы, специалисты правоохранительных органов пришли к выводу, что уровень риска низкий. Однако при этом полиция указывает на необходимость постоянно проводить превентивное обследование находящихся под угрозой объектов. Обращать внимание на подозрительную активность, оставленные без присмотра свертки, сумки или другие подозрительные предметы. А также на повторную угрозу по электронной почте или другим источникам связи. Мы получили от дежурного в оперативной части, дежурного без фамилии, без имя, ничего, что угроза очень низкий уровень и что нечего волноваться, эвакуацию не надо. Но мы должны следить за ситуацией, чтобы там какие-то сумки и так далее, по стране люди и так далее. Ну вот такой ответ. Мы на это не идем и все-таки эвакуруем. Так само, как в Резак, насколько мне сейчас информация есть, Резак тоже это самое делает. По словам Арвида Куцина, сейчас главное – это безопасность детей. И несмотря на то, что полиция говорит о низком уровне угрозы, не дай бог, взрыв произойдет, погибнут дети. И в этом случае лучше всего перестраховаться. По словам руководителя управления образования Даугавпилса Марина Исуповой, городские учебные учреждения в отчисле адресатов писем с угрозами тоже есть. Но в Даугавпилсе эвакуация детей не проводилась, так как полиция определила уровень угрозы как низкий и не советовала этого делать. Тем не менее, в учебных учреждениях по совету полиции проявляют повышенную бдительность. 9 октября в Даугавпилсе начался отопительный сезон. Столбики термометров заметно упали в эти выходные. Охладить наши квартиры помог и шквальный холодный ветер, который буйствовал на территории страны, в том числе и в городе, все выходные. И со вчерашнего дня мы трогаем свои батареи, чтобы понять, насколько хорошо они греют. Нередко при работе систем отопления происходят сбои, связанные с образованием в них воздушных пробок. Скапливающийся воздух приводит к появлению лишних шумов в трубах, а также становится причиной отсутствия тепла в батареях. В таком случае необходимо произвести развоздушку, то есть спустить воздух от батарей и труб отопления. Специалисты по ЖКХ уже с понедельника работают в режиме нон-стоп, решая эту проблему. Предприятие жилищно-коммунального хозяйства напоминает, что в случае, если у вас не работает одна или все батареи, даны необходимые контакты для того, чтобы подать заявку на развоздушку. Клиенты по ЖКХ могут звонить в аварийную службу по телефону 654-76-100, в абонентный отдел по телефону 654-07-284, или же можно обращаться в свои домоуправления. Телефоны указаны на сайте предприятия 3W.DDZKSU.LV. На очередной пресс-конференции Даугавпилской городской думы был поднят вопрос о государственных средствах на приобретение различных учебных средств, включая рабочие тетради. Ситуацию прокомментировала руководитель управления образования Марина Исупова. Она отметила, что данная проблема не является ярко выраженной в городских учебных учреждениях. Рабочие тетради используются в учебных учреждениях согласно составленному плану. Администрация школы утвердила этот план о покупке и использовании учебных средств. И рабочими тетрадями, как и учебниками, должна обеспечить школа. Педагог и администрация выясняют, какие средства имеются в доступе в библиотеке, какие изданы новые и целесообразно ли их закупать. Что касается рабочих тетрадей, то журналисты, которые уже давно работают, помнят, что лет 5-6 назад у нас была широкая компания. Мы оценивали, насколько целесообразно использовать рабочие тетради. И те родители, которые сейчас говорят о том, что рабочих тетрадей не хватает, в конце года будут говорить о том, что они использовались лишь фрагментарно. И это правда. И если появляются проблемы с нехваткой рабочих тетрадей, нужно контактировать со школьной администрацией, которая решит эту проблему. Ранее уже сообщалось, что из выделенных в общей сложности дополнительных почти 120 миллионов евро на реализацию приоритетных мероприятий в сфере образования и науки в следующем году, чуть более 4 миллионов будут направлены на обеспечение совершенствования различных цифровых решений, разработку и приобретение новых цифровых учебных пособий, а также на поддержание и совершенствование электронных учебных решений. Управление коммунального хозяйства Даугупилса сообщает, что на площадке по переработке биологически разлагаемых отходов в Лигнишке можно бесплатно сдать зеленый мусор. В эту категорию попадают те отходы, которые появляются в результате уборки газонов, парков, садов, а также прилегающих к зданиям территорий. Площадка создана в рамках проектов в Антокогезии Евросоюза и работает с осени прошлого года. Скошенная трава, листья деревьев и кустарников и садовый мусор на этой площадке принимаются от юридических и физических лиц. Категорически запрещается сдавать подлежащие биологическому распаду отходы с примесями бытовых или строительных отходов. Время работы площадки ежедневно с 8 до 19 часов. И в этом году на территории Даугупилса будет продолжена акция по сбору зеленой массы. В нескольких местах города будут установлены контейнеры для биологически разлагаемых отходов. Даты проведения акции будут зависеть от погоды. Ожидается, что она будет проведена в конце октября – начале ноября. В минувшую пятницу премьеру пережила первая постановка этого сезона «Перемирие» в Даугупилском театре. Для спектакля вдохновением стало прошлогоднее чтение пьесы «Перформанс» по инициативе актера Вадима Богданова, получивший широкий резонанс среди зрителей. Летом тогда мне позвонил наш директор Олег Шарпышников и предложил мне ставить этот спектакль. Я изначально сказал, что мне надо подумать, потом я согласился и сказал да. Ну и мы начали репетировать. Тут играют те же самые актеры, которые читали тогда, те же самые роли, которые они играли. Это спектакль про человечности, что несмотря на то, что заключили «Перемирие» на 7-7 дней, они в третий день уже становятся друзьями, они становятся человеками, потому что никто же не хочет воевать. В спектакле «Перемирие» изображена молодая девушка Мария. Она ждет ребенка, и ее дом находится прямо на перекрестном огне фронта, в результате чего он заметно пострадал от обстрелов. Помочь ей некому, муж погиб на войне. Во время «Перемирия» молодая женщина просит мужчин обеих сторон помочь починить пострадавший дом. Мне кажется, что вообще в любых обстоятельствах, даже если и нет войны, а особенно когда она есть, нужно, во-первых, ценить то, что у тебя есть, даже если это очень мало, даже если это просто, не знаю, сваренная картошка очень вкусная, или это просто очень красивый рассвет, ну и так далее. А во-вторых, мне кажется, что любой человек должен приводить в порядок в начале свою жизни. Один квадратный метр привел в порядок, дальше пошел второй квадратный метр. То есть начинать нужно всегда с себя. И человечность, она появится только тогда, когда ты работаешь над собой, работаешь над своими мыслями, словами, действиями. Шумахер – человек, который работает на Украинском фронте и перевозит павших солдат, доставляя останки их семьям. Человек под псевдонимом Шумахер пытается выжить ради семьи, чтобы иметь возможность ее снабжать. Мы в этой пьесе, в этом конкретном спектакле не пытаемся решать, кто виноват или кто не виноват, кто больше виноват, кто меньше виноват. Мы в этой конкретной работе думаем как раз о тех проблемах, которые у человека возникают, когда он внезапно вкинут в экстремальные ситуации, где надо делать какие-то выводы, принимать какие-то большие глобальные для себя, как человека, большие глобальные решения. И как в этом всем выжить, останемся ли мы людьми или не останемся людьми. На вопрос о том, как на самом деле увидеть человека на другой стороне войны, Марис Корсиец ответил, что, по его мнению, ответ заключается в способности простить. Если долго будешь держать злобу, тогда тебе самому будет нелегко. Да, если ты, может быть, ты можешь не подойти и сказать прости или что, но внутри, если ты простишь, тогда тебе самому легче дышать будет. Стоит отметить, что сама пьеса «Перемирие» была создана в 2017 году драматургом Алексеем Королехом из Донецка. Его вдохновили реальные события, когда во время перемирия солдаты обеих воюющих сторон ремонтировали крыши домов, порожденных во время военных действий. Следующий спектакль запланирован на 13 октября, начало в 18.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова